Спор о парковках в прибрежной зоне начался не вчера. Сколько помню себя, начиная от работы в комсомольской искре и до редакторства в Одесском Вестнике, все эти годы шла жаркая дискуссия об отведении площадок под авто, которые приезжали к пляжам. Понятно, были сильные экологи. Они говорили о загазованности воздуха, что несовместимо с отдыхом у моря. Они указывали на опасность при маневрировании машин, ибо под колесами могли оказаться не только дети. Словом, аргументов хватало. Их оппоненты ссылались на мировой опыт и твердили о том, что в крупных международных курортных центрах неподалеку от пляжей видели навалом машин. И ничего, воздух бензином не портился. Был еще один аргумент у противников парковок. До пляжа можно и пешком пройтись. Ничего страшного в такой прогулке нет. И те, и другие упрямо отстаивают свою правоту, а истина все-таки, так мне кажется, посередке. Увы, но прибрежная зона Одессы быстро застраивается. Никакие запреты, никакие угрозы со стороны властей пока не действуют. Используя всякие нестыковки в отечественном законодательстве, застройщики упрямо шаг за шагом осваивают побережье, подключая в случае чего суды. Полагаю, рано или поздно этому беспределу придет конец. Но проблему требуется решать уже вчера. Многоэтажки в прибрежной зоне Одессы это дома, определенные как элитное жилье. Во всяком случае, по ценам за квадратный метр точно. По сути, застройщик получает возможность качать деньги от покупателя, как нефтяник доллары из трубы. Те обязательства, которые на себя берут одесские строительные компании в жажде получить, земельное пятно рядом с морем, как правило, ими не выполняется. Кто в этом виноват, лучше знать юристам мэрии и городского собрания. Но как по мне, так обязательным условиям при согласии на разработку детального плана территории местным парламентам стоило бы внести обязательным условия строительство надземных паркингов. Таких строений на протяжении всей прибрежной зоны должно быть не менее одного десятка. Разговоры о том, что это будет увеличивать затраты на строительство, полагаю, не стоит брать во внимание, ибо оплата за парковку на протяжении многих лет не только погасит эти самые траты, но и принесет весомый доход собственникам. В числе коих, между прочим, должен быть в обязательном порядке и муниципалитет, который войдет в такой проект с землей. В следующем году будет принят генеральный план развития Одессы. Было бы правильным зарезервировать в нем определенное количество пятен под такое строительство. В конце концов, проблему с парковками решать надо. От этого, увы, никуда не деться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова